Традиционно каждый год в первую субботу февраля школы распахивают двери для своих выпускников, чтобы они смогли вновь окунуться в детство, встретиться со своими друзьями и учителями, поговорить, пообщаться, вспомнить яркие моменты школьной жизни. Подробности в нашем следующем материале. Вечер субботы. Двери школы, несмотря на выходной, гостеприимно открыты. Здесь с нетерпением ждут своих выпускников, а они спешат по школьному двору, чтобы вернуться в родные стены, встретить своих одноклассников, учителей, вновь на мгновение вернуться в счастливое детство. Здесь рады всем, и тем, кто закончил школу только год назад, и тем, кто 50. Все они, несмотря на возраст, статус и высокие должности для своей школы, просто любимые дети, которых так радостно встречать после долгой разлуки. Традиционный день, день встречи с выпускниками, первая суббота февраля. Все его ждут. И школа, и учителя, и коллеги, и сами выпускники. Сейчас задолго в социальных сетях начинается поиск своих друзей. И кажется, что само детство затаилось в уголках сердца, ожидая предвкушения этой встречи. Это разговоры, это воспоминания, это вот все то, что было имя хорошее накоплено в детстве, они сейчас демонстрируют каждый друг перед другом. Какой бы у них сегодня статус не был, какие бы они сегодня посты не занимали, но все они душой сегодня в детстве. И мы очень рады видеть их, я думаю, что они очень рады видеть нас. И чтобы эта традиция никогда не проходила, чтобы из поколения в поколение передавалась. Одними из самых долгожданных гостей на вечере встречи в пятой школе были выпускники 1969 года. В этом году у них юбилей 50 лет со дня окончания школы. Несмотря на прошедшие полвека, ребятам из 10-го А удалось сохранить школьную дружбу. Они по-прежнему полны детского задора и готовы встречаться хоть каждый день. 10-й А 1969 года – самый дружный класс. И вот сегодня мы встретились на 50-летие, соберутся все наши. И знаете, мы учились в этой школе и сами работаем учителями. До такого впечатления от встречи со школой просто невозможно предположить. Мы счастливы. Жаль только, что нет наших учителей. Одна только – Галина Алексеевна. Из всех. Поэтому в школе процветание ученикам успехов, а учителям здоровья и терпения. На вечер встречи выпускники юбиляра пригласили и свою учительницу – Галину Алексеевну Ларину. Возможно, именно благодаря ей 6 человек из их класса также стали учителями. Мне очень волнительно, потому что 50 лет – это такой большой срок, такая большая дата. И я их помню молоденькими, красивенькими. Они сейчас у меня красивые, интересные все, все успешные. Я могу только сказать, что такого класса, как этот, я за свои 45 лет учительской работы впервые вижу. Ну как, единственные те, это те, которые встречаются каждый год, которые знают все обо всем и все, как говорится, что надо и не надо. В общем, вы знаете что, это любимый, хороший мой класс. После регистрации выпускников пригласили на праздничный вечер. Для них выступали юные артисты, школьники читали красивые стихи. Директоров и ветеранов педагогического труда, воспитавших не одно поколение ребят, поблагодарили за их нелегкую, но такую важную и нужную работу. Не менее трогательно и душевно проходил вечер встречи выпускников и в 6-й школе поселка Савхозного, давшей путевку в жизнь более 2000 ребят. Учились здесь я и мой супруг, сейчас учится здесь наша дочка. Соскучились по нашим учителям, решили поздравить их, принесли им цветочки. Конечно, по одноклассникам соскучились, хочется со всеми увидеться. Школьные годы не забываются. И воспоминания о том счастливом и по большому счету беззаботном времени у каждого свои. Для выпускников 1984 года, которые в этом году отмечают 35-летие со дня окончания школы, в памяти сохранится последний звонок, а также праздник, посвященный 50-летию самой школы и много других ярких моментов. Вспоминаем, как у нас в школе при нас открывали музей, как играли в зорницу, как собирали металлолом. И все эти воспоминания, конечно, очень светлые и теплые. У кого-то, у многих из нас дети здесь учились уже и школу закончили, раз внуки есть. Поэтому общаемся, встречаемся, да. Ну, школа – это всегда исток всех-всех-всех начал в жизни. В праздничном зале выпускников приветствовали нынешние ученики школы, которые порадовали собравшихся своим творчеством. Особое внимание было уделено ветеранам педагогического труда, для которых вечер встречи выпускников – тоже долгожданный праздник. Я всегда очень любила своих учеников, всех, и помню их, и люблю сейчас. Очень рада их встречать, если где-то мы встречаемся. Воспоминаний очень много, это воспоминания, только если отдельно встретиться, поговорить. Рада, что у них все сложилось хорошо. Самое главное для учителя, чтобы у его учеников было все хорошо. Это самая большая награда. Желаю им всем здоровья, желаю им всем в жизни удачи, чтобы у них дальше все получалось так, как им хочется. Всего вам доброго, ребята, всего хорошего. Я вас очень люблю, когда я радуюсь. Среди присутствующих в зале был и глава Славинского района Роман Синеговский. Он тоже выпускник шестой школы. В этом году его класс отмечает юбилейный выпуск – 30-летие окончания школы. Вместе с другими выпускниками Роман Иванович поделился своими воспоминаниями из школьной жизни. Очень интересные турзлеты были, сценки разные, воспоминания, поездки были. Мы тогда еще на практику ходили в школу. И агрофирма «Садгигант» организовала поездки в Москву, в Белоруссию, в Ульяновск. Вот мы все ездили, и там было много интересного, и в поезде, и на горке, и на горке. Все было не хуже других, так что все замечательно. В этот день выпускники и учителя долго не могли наговориться друг с другом. Наверное, каждому хотелось остановить время и как можно дольше оставаться в стенах родной школы, в окружении близких и дорогих сердца людей. За столь короткое время нужно было успеть сказать все самое главное. Ведь следующая встреча не скоро, через год, а может и через десятилетие. Анна Монасаренко, Георгий Калинин, программа «События».